Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас мы находимся на шестом ярусе нашего огромного склада, где очень много оптики для вашего автомобиля. Также помните, что у нас есть быстрая доставка и отличные цены. Также помните, что в «АвтоСтронг-М» 200000 запчастей, то есть двигатели, коробки, все навесное оборудование, очень много ништяков и плюс «ноускаты». А сегодня специально для вас дизель от «Шевроле» Z20S. Дизельный двигатель на автомобиле «Шевроле» для Европы является продуктом итальянской компании «ВМ Мотори». Причем General Motors для своих нужд выпускал данный двигатель в Корее. Здесь чугунный блок алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом, приводящим 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы присутствуют. Коленвал здесь опирается на бугельную плиту, фиксируется в продольном направлении полукольцами, которые выполнены единой деталью с вкладышами третьей опоры коленвала. В поддоне также присутствует модуль балансирных валов. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. За наддув воздуха в цилиндры отвечает турбокомпрессор Garrett с изменяемой геометрией и топливная система Common Rail представлена компанией Bosch. Близким родственником данного двигателя является двухлитровый двигатель серии D4, который устанавливали на Hyundai и Kia. Это тоже лицензионный агрегат VM-мотори A420, но в другом исполнении. Эти двигатели практически не имеют взаимозаменяемых деталей. Таким образом, данный итальянский дизель стал самым массовым дизелем, который выпускали в Корее по лицензии. Данный двигатель устанавливали практически на все Chevrolet с 2006 года. Его устанавливали на Lachete, Cruze, Epica, Nubira, Orlando и Coptivo. Также на клоны Opel Antara и Deo Winstone. Маркетинговое обозначение данного двигателя – 2.0 CDTI или WCDI в зависимости от марки автомобиля. И прямо сейчас мы будем разбирать двигатель, снятый Chevrolet Captiva 2010 года. Мотор полностью комплектный, выглядит как на витрине, но даже такой красавчик не усыпил бдительности наших специалистов, которые контролируют качество. Поэтому мы его разбираем. Данные двигатели очень надежные и особых проблем не имеют. Главное – вовремя и качественно их обслуживать. Но все двигатели были оснащены сажевыми фильтрами в выпускной системе. Сажевый фильтр нуждается в периодических прожигах. Так вот, если регенерация сажевого фильтра проходит неудачно либо слишком часто, то топливо попадает в масло. В таком случае из поддона можно слить 10 литров масло топливной жидкости при заправочном объеме масла 6,2 литра. Поэтому на многих автомобилях сажевый фильтр удален физически и программно. Неудивительно, потому что его ресурс примерно 150 тысяч километров. На некоторых двигателях может выйти из строя датчик положения распредвала. При этом фиксируется соответствующая ошибка P0340. Датчик может начать глючить задолго до появления этой ошибки, то есть за несколько сотен и даже тысяч километров. На спорадические глюки датчика указывает плавание оборотов, замедленная реакция на педаль акселератора и также затрудненный запуск двигателя на горячую. Погружной электрический насос на автомобилях Коптива не отличается особой надежностью и может выйти из строя в самый неподходящий момент. Если какие-то проблемы с насосом, то фиксируется ошибка по недостаточному давлению топлива, но при этом автомобиль может продолжать движение. А вот если погружной насос вышел из строя вовсе, то автомобиль не заводится. В некоторых случаях при замене насоса подкачки выясняется, что сетка топливозаборника забита. У двигателя Z20 есть несколько мест, которые запотевают маслом. Первое – это впускной трубопровод, который потеет по стыкам, там, где хомуты. Запотевание по впускному трубопроводу говорит о проблемах с системой ВКГ или турбиной. Также временами требует внимания резиновая прокладка клапанной крышки, а также резиновые уплотнения форсунок. Столько было комментариев. Верните Пашу. Возвращаем. И мы начинаем нашу разборочку. Шкив генератора оснащен обгонной муфтой, которая служит порядка 100 тысяч километров. При заклинивании муфты раздаются посторонние шорохи и скрипы. Громкие скрипы раздаются при остановке двигателя, а также при сбросе газа. Система вентиляции картерных газов оснащена мембранным клапаном. Как только мембрана в данном клапане рвется, впускной коллектор забрасывает маслом. Некоторые владельцы ставят дополнительный маслоотделитель, если видят, что мембранный клапан не справляется со своей задачей. В зависимости от года выпуска двигатель Z20 оснащен двигатель Z20. Он включен клапаном EGR с электронным либо вакуумным приводом. В нашем случае с вакуумным. Вот это электровакуумный клапан. Вообще клапан EGR на данном двигателе проблем никаких не вызывает. Но его трубку подачи отработавших газов во впуск следует прочистить для профилактики, если чистка не проводилась. А вот это теплообменник. Этот клапан отключает программно при перепрошивке на евро 2 после удаления сажевого фильтра. На двигателе Z20 используется турбокомпрессор Garret GTB1549VK. Отличный узел, который хорошо себя зарекомендовал. Но поломки случаются, а именно износ вала и связанное с этим появление масла в холодной и горячей частях турбины. Обычно об износе компрессора говорит заметное запотевание по всему корпусу турбины. Обычно износ связан с некачественным маслом либо же попаданием дистоплива в масло. Давление, создаваемое турбиной, нередко может убегать по патрубку от интеркулера к двигателю. Данный патрубок нуждается во внимании на двигателе Z20. А прекрасная турбина для двигателя Z20 ждет вас в «АвтоСтронг-М». Из-за обилия масляных паров и сажи датчик абсолютного давления может загрязниться так же, как в нашем случае. И тогда на этот двигатель отреагирует задумчивыми откликами на педаль акселератора. Датчик отлично подается без контактной чистки. Вместе с чисткой датчика нужно поменять клапан мембранной системы вентиляции картерных газов. Форсунки Bosch на двигателях Z20 имеют отличный ресурс, хорошо ходят и отлично ремонтируются. Иногда из-за некачественного топлива форсунки сливают слишком много топлива в обратную магистраль. Из-за этого у ТНВД не хватает сил создать нужное давление в топливной рампе. Форсунки хорошо диагностируются на слив в обратную магию стандартным доильным аппаратом. Также форсунки легко ремонтируются, но отличный вариант замены изношенных форсунок – это, естественно, были форсунки из «АвтоСтронг-М». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зубчатый ремень ГРМ на двигателях Z20 нужно менять каждые 6 лет либо 150 тысяч километров, по данным производителя. Также по данным производителя при тяжелых условиях эксплуатации этот зубчатый ремень надо менять каждые 60 тысяч километров. Владельцы обычно выбирают некий компромисс – 90 тысяч километров. Также зубчатый ремень приводит в помпу и ТНВД. Стоит отметить, что ближе к концу своего ресурса ремень ГРМ растягивается, и тогда появляются неполадки в работе двигателя, а именно рассинхронизация распредвала и коленвала. Тогда двигатель не заводится на горячую, и при этом нет никакой ошибки по работе топливной системы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На двигателе Z20 используется ТНВД Bosch CP1H3. Это очень ресурсный ТНВД. Проблемы с ним случаются только при эксплуатации на хреновой солярке. Данный ТНВД может прослужить 200 тысяч километров в неблагоприятных условиях. При переборке изношенного некачественной соляркой ТНВД обнаруживается, что изношен эксцентрик на его вале. В особо запущенных случаях появляется люфт вала. Но восстановление такого ТНВД новыми запчастями не составляет труда. И этот способ достаточно дешевый, но, естественно, лучше купить отличный бэушный ТНВД в «АвтоСтронг-М». Если двигатель Z20 переходит в аварийный режим, тупит и глохнет на ходу, а при перезапуске двигателя эти симптомы пропадают, то, скорее всего, причина в регуляторе давления. При диагностике будет показана ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. Клапан этот стоит 60 долларов. Его можно просто заменить. При больших пробегах в ГБЦ двигателя Z20 могут разрушиться ролики рокеров. Это обычно происходит из-за загрязнения масла либо же, когда масло смешивается с соляркой. Кулачок распредвала может обточить ролик. Его игольчатый подшипник может высыпаться и иглы потом можно найти в поддоне. При этом рокер может лечь на бок и не будут открываться соответствующие клапаны. Кулачок распредвала может получить повреждения. При разрушении рокеров двигатель работает с металлическим стуком, едет с большим трудом, очень натужно. Половину лошадей просто сбегают. Из трубы валит черный дым. Для того, чтобы побороться с такой неисправностью, надо поменять все ролики гидрокомпенсаторы. Также поврежденный распредвал, а иногда даже надо менять всю ГБЦ. В данном случае ГБЦ у нас в прекрасном состоянии. Кулачки распредвалов вообще без износа. Прекрасная ГБЦ, которую мы сейчас снимем и вы ее у нас сможете купить. С данной ГБЦ никаких проблем не случается. В данном случае мы видим три идеальные поверхности над цилиндрами, а вот в первом цилиндре поверхность вызывает вопросы. Именно из-за этого наши парни и забраковали этот двигатель. Вероятно, в этом двигателе компрессия в первом цилиндре была низкая. А теперь по состоянию. Как мы уже и говорили, есть вопросы по первому цилиндру. Нагар на донышке поршня, а также вверху в камере сгорания. Это нас смущает. Видать, залегли поршневые кольца. По остальным трем цилиндрам все хорошо. Хон присутствует. Задиров никаких нет. Напомним, что модуль балансирных валов служит для того, чтобы двигатель работал с меньшими вибрациями. Модуль балансирных валов приводится от коленвала к кассозубыми шестернями. Модуль балансирных валов приводится от коленвала к кассозубыми шестернями. Модуль балансирных валов приводится от коленвала к кассозубыми шестернями. А теперь по состоянию поршней. Поршни, в принципе, в хорошем состоянии физического износа мы не видим. Графитовое напыление не стерто. Компрессионные кольца не залегли. Маслосъемные кольца не закоксованы и не залегли. Шатунные вкладыши без износа. Стоит обратить внимание на поршень первого цилиндра. Здесь было залегшим маслосъемное кольцо, но при небольшом движении оно отстрелило. И теперь подвижно. Но этот поршень не выглядит криминально на фоне остальных поршней, но нагар на донышке присутствует. Коленвал в данном двигателе опирается на бугельную плиту, где находятся коренные вкладыши. Все вкладыши в отличном состоянии. Единственное, протерт немного вкладыш первой опоры. А вот те самые полукольца, которые комбинированы с вкладышем третьей опоры. Коленвал визуально в отличном состоянии. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали итальянский мотор корейской сборки. Отличный агрегат. Если бы не редкие проблемы с ГБЦ, которые лечатся в лучшем случае заменой рокеров и гидрокомпенсаторов, а в худшем переборке ГБЦ и заменой поврежденного распредвала, все бы было с этим мотором отлично. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наши соцсети, посещайте наш сайт, покупайте отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».